Добрый вечер, это группа Вулс из поселка городского типа Мирный, специально для шести рукопожатий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем привет. Меня зовут Алексей Тиле. И это 6 рок-пожатий. Сегодня у нас в гостях рок-группа «Вулфс». Ребят, привет. Как настроение? Привет, все супер. Как вы вообще можете вашу ЦА описать какими-то словами? Кто это? Вот люди, которые ходят на концерт группы «Вулфс»? Которые любят музыку слушать. Ну, скорее всего, это дети такие же, как и мы. А возраст какого? Сказал самый старший. Слушай, есть люди, которым даже больше, чем нам. У нас на самом деле это. То есть, ну, ходят от малого до великого. Даже женщина ходит на концерт, на каждый. Я не знаю, там, ну, не от школьников, наверное, там, но все-таки там от студентов. Ну, 17-18, да, вот лет там, от первых курсов институтов до совсем больших возрастов. То есть вот у нас, например, уже лет 6 подряд вот на концерты, не только которые я организовываю, то есть на кучу других еще ходит женщина, ее зовут Ольга. Ей, ну, что-то там за 60, по-моему, она работает на почте. И я как-то ее спросил, говорю, а можно вопросы задать? А вы вот, ну, вы там ходите, потому что вам музыка нравится или по каким-то другим причинам? Она, типа, отшутила, что, типа, нет, мол, мне деньги как будто девать некуда. Говорит, конечно, типа, нравится. И говорит, я вообще, мне такое ощущение, что я такая одна. И, ну, это такой феномен. Мы даже хотели, типа, с ней футболки сделать, типа, с ее фотографией, там, с надписью, там, или фэс, да, янг, или что-нибудь, что-нибудь такое. Вот. Так что, ну, публика в плане возраста, как бы, такая-то, разношерстная. Встречают музыку у нас здесь в Самаре и в других городах, скажем так, провинциальных, да, и в столицах все-таки по-разному или приблизительно одинаковое количество народа ходит, одинаково реагирует и так далее? Или все-таки прирост публики, там, в Москве, в Питере идет быстрее? Нет, ну, типа, конечно, в столицах народу больше. Там и живет больше. Живет, то есть там, ну, процентное соотношение просто. То есть, ну, грубо говоря, вот смотри, у нас же очень узконаправленная, музыка, то есть, типа, она для, широко известная в узких кругах. У нас в Самаре живет, там, сколько, полтора миллиона человек, там, да, там, ну, плюс-минус, не знаю точных цифр, на концерты. То есть, вот, группа Вулс собирает, там, вот, если не играет, если не играет, как каждый месяц, типа, то, там, от 100 до 150 человек, как бы, ну, что такое, ну, это вот, ну, я даже не знаю, это меньше процента, то есть, это очень мало. В Москве, сколько мы вот с альбомом презентации, в Model T и Rally, 250-300, да, то есть, как бы, ну, то есть, это круто, это, это большущая куча народу, как бы, в большом зале, в общем, и очень классно, да, то есть, но есть, то есть, другие города, где там приходят 50 человек, где-то 30 приходят. Я так понимаю, вы сами продвигаетесь, да, вам никто не помогает, СММщики? Ну, нет, 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 все ссор, нет, все, все, все своими руками. Ну, то есть, вы не согласны с той позицией, что музыкант должен заниматься исключительно музыкой, а менеджментом и сопровождением, какой-то другой человек. Ну, это, ну, у каждого свои цели, как бы, и, ну, не знаю, у нас так повелось, то есть, я, у нас, во-первых, 80% концертов, которые там нам делают в туре где-то, да, куда мы едем, это в большей степени делают нам друзья, которые там вот за эти годы там появились, продолжают появляться и так далее. То есть, типа, у нас, в принципе, нет нужды просто в этом, чтобы какой-то отдельный человек этим занимался, то есть, ты просто пишешь корешеву, типа, Лео Филипп, привет, мне там, это, концерт, он такой, да, базар 0, все сделаю, короче, то есть, у такой музыки достаточно серьезная развитая комьюнити, я правильно понимаю? Ну, да, да, а с чем это связано, как вам кажется? С развитием интернета, опять же, то, что люди приходят на концерты, если раньше, например, нужно было, во-первых, найти эту афишу, увидеть, чтобы знать, где будет мероприятие, сейчас достаточно зайти там к другу на страницу, увидеть у него там ссылку на встречу, и ты, оп, и ты уже там, а раньше нужно было узнать, где, когда, кто приезжает, то есть, ну, намного все это дольше было, опять же, в той же Самаре, там, году, в 2002, чтобы пойти на концерт в подвале, ты там приходишь в музыкальный магазин, общаешься с продавцами, ты узнаешь, кто приезжает, когда, кто будет, как, что, и идешь, то есть, там была такая целая история, сейчас все проще. Мы, наверное, о заграничных ваших путешествиях поговорим чуть попозже, а сейчас давайте сыграем песню. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребят, я, насколько помню, у вас было, ну, больше двух-трех, да, поездок за границу, в туры. И уверен, что все-таки разница в организации концертов у нас здесь и за рубежом, ну, поистине колоссальная, да? Пожалуйста, расскажите о вашем опыте, потому что это действительно интересно. Ну, у нас было шесть европейских туров на данный момент уже. Это, если считать самый первый тур России, короче, 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 на самом деле, вот в этой музыке там все точно так же, грубо говоря, как здесь. То есть, типа, ты пишешь... Садишься, открываешь, открываешь ноутбук, открываешь фейсбук, сначала пишешь, друзья, ма, скиньте мне, пожалуйста, контактов. Тебе скидывают вот такой вот километр каких-то ссылок, почт, аккаунтов в фейсбуке. Ты все это садишься, пишешь, из них отвечая, там, процентов 10, наверное, то есть, типа, тур там забить, конечно, намного, ну, как это, больше времени на это уходит. Не очень долго отвечаешь. Но, в принципе, все точно так же. Просто пишешь чуваку, договариваешься, приезжаешь, ставишь аппарат, играешь, тебе какие-то деньги со входа платят, вписывают, кормят, поют, типа, едешь дальше. Так, ну, а промо какой-то? Ну, как, ну, встречи в фейсбуке тоже все это, я говорю, вот, типа, в этой, внутри вот этой музыки, как бы, все, в принципе, точно так же, как здесь. То есть, люди, люди, там, такие же, не знаю, приветливые, как и все друзья, там, типа, добрые тебе, там, накормят, напоят, спать, спать у ложи, там, угостят, там, чем-нибудь, там, некоторые, там, денег из своего кармана отдают, там, типа, больше, чем на входе получилось. Просто потому что, вот, у них так принято. Вот. Единственное, единственное отличие, то, что туда, как бы, по-хорошему надо ездить со своим бэклайном, потому что, ну, там просто так заведено, что, если ты группа, ты едешь в тур, то у тебя есть свой аппарат. А самый крутой концерт, который у вас был, не в России, скажем так? Да все, наверное. Ну, смотря по каким притериям. Куртур, который запал вам больше всего, а к сердцу ближе. Слушай, ну, я вот помню, помню, очень крутой концерт был, когда мы в первом европейском туре, мы возвращались, был последний концерт в Кракове, нам там делал тоже, ну, уже наш друг Вова, он там живет давно, и мы ехали такие, мне, правда, было, а это же, это был первый тур, то есть, типа, это впечатление совершенно другие, ну, по сравнению с теми, которые сейчас. То есть, ты просто ездишь вот так, у тебя глаза на выкате, то есть, ты от всего в шоке, тебе все нравится, все красиво, просто все супер. И вот последний концерт был, и мы ехали, такое чувство было, что вот надо, чтобы сегодня было вот прям просто вот пушечка, чтобы было. Ну, в общем, мы в итоге приехали, пришло там что-то больше ста человек народу, там Сашу носили на руках, короче, и вот, в общем, вот это один из европейских концертов, который, наверное, вот, ну, мне вот прям запомнился. Да, мне больше всего запомнились концерты в Словакии, то есть, первый концерт, это же был первый, да? А, ну, вот это, да, очень крутой тоже был. Это как лыжная база, какая-то такая большая, там, большой двухэтажный дом, он находится на холме, мы туда добирались через грунтовую дорогу, там был туман, и вот мы в горы поднимались. И это был сам по себе крутой концерт, и антураж еще был вот в этом месте очень, прям, прям очень классный. И потом, на следующий год, по-моему, мы играли тоже в Словакии. В другом городе только. И играли в «Бастионе» 13 века. Ого. То есть, прям внутри него, ты заходишь, там, вот эта вот вся кладка, она, то есть, он, естественно, реставрированный. То есть, из него сделали какой-то арт-центр. Да, да, он реставрированный, но кладка, вот, оригинальная, она осталась, и ты заходишь, и... Ну, атмосфера, конечно. Мне, как историку, это вообще было... То есть, это был очень маленький городок, Бордеев, он называется. Там живет что-то, не знаю, 15 тысяч человек, там, то есть, ну, прямо он очень маленький, типа, пришло 150 человек, просто, то есть. А уж конверсия. Прям вот, ну... В общем, Словакия по локациям, она прямо сейчас вообще... Я видел, у вас еще какие-то видосы были, в лесу вы где играли, прям? В лесу, это мы играли в России, в Нижнем Новгороде мы играли, в лесу. Ну, мне кажется, только там, да, в лесу мы больше... В Оренбурге мы играли. В Оренбурге мы играли. В смысле, в Оренбурге какая-то была? В смысле, в Оренбурге какая-то лес? Ну, там стройка какая-то была, потом лесопосадка, так лесом назвать лес. То есть, фактически, подытоживая, да, для того, чтобы уехать и дать концерт за границей, ну, там, тур, может быть, какие-то точечные концерты, первое, нужно иметь бэклайн, второе, нужно иметь минивэн, и третье, нужно иметь много друзей, наработанную, ну, базу связи, скажем так, которые помогут в организации. В первую очередь нужно иметь желание. Желание, да. Желание, да, потому что, потому что, на самом деле, ну, это, то есть, физически это тяжеловато, мягко говоря, и неудобно, то есть, понимаешь, не каждый согласится, там, чтобы прокатиться неделю по, там, по каким-то маленьким европейским деревушкам, да, дать какие-то концерты, на которые придет, там, типа, от 10 до 50 человек, сесть в вен, прокатиться, там, через Москву, Питер, две с половиной тысячи километров, понимаешь, еще потом вернуться назад как-то, вот, то есть, тут реально, в первую очередь, нужно желание, как бы, и понимание того, что ты вообще от этого хочешь, то есть, денег-то, денег ты там не заработаешь, но опыт приобретешь колоссальный, впечатлений у тебя на всю оставшуюся жизнь, то есть, мы, понимаешь, мы до сих пор, там, на всех, там, домашних посиделках и вечеринках, мы просто периодически вспоминаем какие-то истории, все это рассказываем, как, ну, реально, впечатлений просто тьма, то есть, это... Да, давайте перейдем к фиту с Big Russian Boss'ом, потому что этот вопрос меня очень волнует, и я думаю, вам часто достаточно этот вопрос задают, но, к сожалению, ответ у него не знаю, вообще, как так получилось? Да, мне, кстати, не часто задавали это... Как так получилось? Он вам написал, знакомый... Ну, короче, у меня есть хороший знакомый, Максим Симонов, он, да и ты, наверное, должен помнить, была такая группа Paper Plains. Да, конечно. Помнишь? Да. Вот мальчик, который был там на вокале, Максим, это вот он. Они с Игорем, ну, собственно, с Big Russian Boss'ом, они, если мне не изменяет память, они одноклассники, либо учились в одной школе и живут там, типа, в соседних подъездах, то есть, они знакомы очень давно. Вот. У почившей ныне группы московской God's Out давным-давно вышел трек с рэпером Яниксом, типа, и там, в общем, интернет взорвался. В общем, все это очень обсуждалось, и мы такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, надо с боссом записать, хо-хо-хо. Ну, такие, что-то, поугарали и забыли. И, короче, прошло какое-то время, мне звонит Макс и говорит, типа, алло, привет, слушай, тут, типа, Игорь, ну, альбом новый пишет. Нужен, типа, рок, типа, трек, не хотите фитануть? Я говорю, ща перезвоню, звоню ребятам, конечно, хотим. Чего не сделать-то? Вот, ну и все, короче, он нам там даже дал денег на запись, то есть мы пришли к Кащею, записали все это, придумали трек, на самом деле, за полчаса. То есть, типа, подняли какие-то пару старых рифаков, типа, быстро слепили, как бы, ну, там, он же такой куплет-припев, куплет-припев, там же наглан, чтобы качало, вот, и брейкдон в конце. Вот, и все, на диктофон записали и скинули, они послушали, говорят, типа, все, зашибись, давайте, вот, мы сходили, быстро записали, Гоша, который, ну, кореш наш, который всем саундом занимается, сводит нас, мастерит и так далее, вот он все это дело свел, потом как-то очень быстро он там написал вокал, я там что-то покричал, и все, и там буквально на следующий день все это выкинули в сетку, и нас просто за месяц плюс-плюс косарь школьников в группе. А у вас уже, по-моему, насколько я знаю, какие-то еще совместные концерты были, да, вы вместе выступали? Один раз, один раз. Один раз на презентации, когда он презентовал альбом свой в Самаре в клубе Винил, да, в Команде? Да, 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 ну, вообще, а лично как познакомились, какое впечатление? Да, ну, обычный парень. Обычный, вот ты без маски этой, без бороды встретишь, никогда даже в жизни не подумаешь, что он Big Russian Boss, как бы... Группе сколько лет? Лет пять, наверное, да? Шесть. Шесть. Чего? Больше. Причем с двенадцатого года же. Больше фитилий. Ну, короче, мне, короче, а, ну да. Репетиция была у нас в двенадцатом году, а в тринадцатом году. Пойдем в тринадцатом. Ну, короче, в феврале нам будет семь лет. Семь лет, хорошо. Вот за это время в любом случае была какая-то дичь, в любом случае на концертах. Вот самая, мне кажется, яркая история, которую вы можете рассказать. Я Максу голову разбил. Да, мы в Украине, первый раз когда были, там был концерт во Львове, во Львове, нам мелко реп точки, и вот во время исполнения как раз кавера на рубля, меня таскали на руках. Саша очень истерично мотал гитарой, в общем, и мне прилетел в голову какой-то тупой предмет, причем, что-то, ну, больно не было, что-то, думаю, ну, кто-нибудь там ботинком, наверное, стукнуло, и все это. Вот, а потом педали собираю, и смотрим, что-то красное капает, вообще, ну, вот, чуть-чуть рассек мне череп, вот. Ну, больше такого, что-то на самом деле. А так, не знаю. Ну, такой, прям, чтобы было, прям, дичи какой-то, я припомнить не могу. Не, ну, так, обычный сленд там. Так, регулярно там кто-нибудь, там, мне губы разобьет об микрофон, потому что все хотят подпевать, там, типа, никто же в пьяном угаре, там, не думает о человеке, который исполняет его, то есть, меня там, тут влетят, там, влетят, там, в общем, да. Кабинет, который, в спальню, в счет идет, нет? Ну, кабинет, да, спальня было, там, порядком, то есть, типа... Гитара разбита, наверное, да? Ну, гитара разбита не здесь была. У нас по себе день есть одна... В другой группе, да, Саша. Где там... Да, в моей группе, которая изначально играла. На деке. На деке. Ребят, спасибо вам огромное за приятнейшую беседу. Ты был Алексей Тили, 6 рукопожатий. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok